Микс Ньюс Баранда Байхмана у нас в гостях Мы вот о статистике поговорим Вот, кстати, может быть, сразу первый вопрос За эфиром его затронули Статистикой социологии Вы сказали, что это разные вещи То есть вы не занимаетесь составлениями Рейтингов партии И такого рода информации Конечно, такого рода информации Мы не занимаемся Но с социологами мы работаем вместе Когда, например, делаем какое-то новое обследование Мы консультируемся Это нормальное сотрудничество И некоторые мои коллеги Тоже социологи по образованию То есть никого скептического у вас такого отношения Нет в отношении к вашим коллегам Нет, почему бы Ну да, но ССО это то учреждение Которое выдает сухие факты То есть без каких-то эмоций Чем занимаются, не знаю, политики Ну и жители часто Мы все люди, мы все эмоциональны И да, но в то же время ССО очень часто сообщает Ну, в принципе, сообщает о таких очень чувствительных вопросах Ну, например, вот Вопрос населения и демографии Это один из самых, наверное, интересующих Как специал вопросов Каждый год, даже чаще Вот предоставляется какая-то информация Какова она сейчас? То есть мы с уверенностью можем сказать Что население продолжает сокращаться Но есть нюансы Насколько я понимаю У нас сокращаться стало медленнее Замедлились Да, вы совершенно правы У нас население сократилось на 14 тысяч человек Но немножко сократилась эмиграция Что, несомненно, хорошая новость По эмиграции у нас вернулось в Латвию 11 тысяч человек И 72% из них жители Латвии Ну, то есть жители нашей страны Которые вернулись в Латвию А годом ранее, простите Вот 14 тысяч, насколько я понимаю, было 16 тысяч, да? То есть разница Ну, небольшая, но все-таки сокращение есть Но можно ли говорить о том, что это, например, вызвано тем Что самые активные люди просто уже уехали И вот этим или... Ну, в этом году нам очень помогло то, что В прошлом году мы организовали специальное обследование эмиграции И теперь у нас есть дополнительная информация О тех людей, которые приехали и уехали В числе тех, которые уезжают Все-таки 34% возрастная группа 25-34 года Ну, в этом нет никакой хорошей новости, я бы сказал Если были, например, в возрасте до 25 лет Можно было сказать, что, может быть, они едут учиться на несколько лет Да? Но 25-34, ну, может быть, это докторские диссертации Но не так уж много Из тех, которые вернулись Интересно то, что увеличивается число тех людей в возрасте 55 плюс Значит, они уже больше возвращаются в Латвию И возвращаются те молодые люди, у которых дети, которые должны пойти в школу Это тоже такая тенденция, которую мы увидели во время обследования Но есть ли какая-то точность, например, в том, что молодые люди уезжают Но, может быть, они не спешат Ну, они по-прежнему еще задекларированы, предположим, у своих родителей Или где-то еще То есть, не мешает ли это, например, какой-то ясной, точной картине Что, может быть, не все декларируют свой отъезд Ну, мы уже, если честно, уже не смотрим на официальные декларации Мы используем эти данные, но, конечно, у нас есть свои расчеты На чем они, в первую очередь, основываются? Они основываются на том, что мы анализируем очень много административных данных Всякие регистры Но если говорить в общем и целом То я думаю, что ни в одной стране нет абсолютно точной информации о миграции Поэтому, ну, хорошо, есть хорошие примеры Северные страны Нидерландов Нидерланды, у них очень хороший регистр населения Но мы знаем, что наши соотечественники нашей страны Или балтийцы могут и прожить в Норвегии без регистрации Так как даже в этих странах абсолютной точности нет И теперь в статистике есть два разных вида информации Одни страны считают, сколько людей конкретной национальности приезжают в страну Другие считают, например, сколько из Латвии приезжают Ну, например, если гражданин Латвии приезжает в Германию Никто не знает, он приехал из Латвии или из Великобритании Ну, потому что в рамках Евросоюза И на этом рамках Евросоюза Так как у нас есть своя методология, мы рассчитываем Ну, тогда статистическая погрешность Сколько она примерно? Тысячи, я не знаю, десятки Ну, мы надеемся, что не более 1-2%, но она есть Но, опять же, это очевидная вещь, что есть два основных направления Связанных с убыванием населения, это эмиграция, как мы уже сказали И низкая рождаемость-высокая смертность Все-таки из этих двух, что на сегодняшний день, вот на 19-й год Более актуально, более, не знаю, печально? Ну, если мы всего потеряли, скажем так, 14 тысяч То эмиграция это 5 тысяч, остальное это Остальное это рождаемость Рождаемость и смертность Смертность больше рождаемости, скажем так А, и хорошо, если берем рождаемость и смертность Это абсолютно взаимосвязанные вещи? Или здесь тоже наблюдаются какие-то особенности Какие-то там изменения, динамика? По рождаемости, к сожалению, в прошлом году она сократилась В 2017 году родилось 19 тысяч детей Это меньше, чем... При этом количество браков, как я понимаю, растет Ну, насчет браков На следующей неделе мы подготовили очень интересный пресс-релиз Я не буду там оглашать всю информацию Но, как вы знаете, у нас были поправки или дополнения к закону о пенсиях И если там, например, люди, которые замужем Один из них умирает, то другой получает какую-то часть пенсии И это очень повлияло на статистику Очень повлияло на статистику в возрастной группе 60 плюс То есть, люди стали регистрировать брак 60 плюс Ну, чтобы, естественно... Ну, понятно, да Но буквально вот насколько это существенное увеличение? Ну, речь опять же идет о цифрах однозначных и двузначных Нет, но если там, например, примерно было 1100 браков, то теперь 1800 Это довольно серьезно То есть, полтора раза Да Еще одна, наверное, такая больная тема, которая всех задевает Это зарплаты Конечно Поскольку всегда люди вызывают, ну, у людей вызывает большое раздражение Например, то, что повысились, например, сообщает ЦСУ, что повысились зарплаты И каждый понимает, что, ну, вот если у меня одно яблоко, а у другого человека 10 яблок То у нас в среднем, значит, по 6 яблок Конечно, у нас средняя температура в больнице, да Это мы регулярно слышим Насколько для Латвии это действительно так? Мы, конечно, расчеты средней величины, но это расчеты, которые учат делать уже в средней школе Но мы уже в последние два года публикуем не только среднюю зарплату, но и медиану А медиана, например, в первой четверти этого года на 240 евро меньше Может быть, что такое медиана? Да, наверное, простым языком Простым языком, если поставить все зарплаты в очереди Первая стоит самая низкая, последняя стоит самая большая То та, которая посередине, вот это медиан И у нас очень много людей, которые получают очень маленькие зарплаты Но те, которые получают большие Ихние зарплаты намного больше этих маленьких Вот и получается, это средняя зарплата Но медиана все-таки это более, по-моему, более точная Средняя зарплата в Латвии Можно ли, например, получить какую-то статистику по группам населения? Например, понятно, что у руководителей высшего звена зарплаты больше И, очевидно, они растут, может быть, более высокими темпами У, например, госслужащих, ну вот мы имеем в виду полицейские, учителя, пожарные Сколько у них? То есть, вот именно делить по социальным группам, чтобы было более-менее понятно, у кого она растет? Ну, конечно же, самые большие зарплаты это в финансовом секторе, IT, программисты Но что особое обидное, что почти уже самые низкие у учителей Вот это проблема государственного уровня То есть, ниже даже, чем у таких, не знаю, более классических Вот этих низких групп, не знаю Ну, они не самые последние, но предпоследние Это уже дальше некуда, скажем так Я могу честно сказать, вот буквально две недели назад, я когда ехал в такси Таксист был бывшим полицейским, который сказал, что я ушел из полиции Потому что, ну, вы знаете, говорит, я каждый день рискую жизнью То есть, вот, сколько раз на нас набрасывали с оружием, с ножами А я получаю, я считаю, что я получаю, ну, неадекватно маленькую зарплату за такую опасную работу Я сменил работу Ну, вот, это были вот слова человека Просто, ну, вот, реального То есть, в принципе, вот, полиция Насколько у них растет? Ну, я, может быть, такие подробности сегодня не отвечу Но, конечно, у них тоже зарплата – это очень тяжелый вопрос Ну, в прошлом году было вот так торжественно объявлено, что впервые средняя брута зарплата достигла тысячи евро Сейчас она уже за тысячу ушла Насколько, вот, к вопросу о медиане, кстати Насколько это соответствует действительности? Или это тоже вот эти яблоки? Это брута зарплата первая четверть – это же тысяча тридцать шесть евро, а медиана – семьсот девяносто девять Вот и разница Существенная разница, да Но при этом, например, часто с другого лагеря можно услышать Вот даже, я помню, Марис Гайлис, бывший премьер у нас, вот на этом месте делал Он говорил, что в реальности, наоборот, это даже заниженные цифры Потому что есть зарплаты в конвертах, теневая экономика и реальные зарплаты, они наоборот выше, вот как вам кажется? Ну, то, что мы публикуем, это информация мы получаем из предприятий Официально? Если мы получаем, то мы публикуем Если мы такие зарплаты получаем, это и официальная статистика Мы ничего не добавляем и ничего не сокращаем Но вы также исследуете рост потребительских цен Насколько, ну, понятно, что зарплаты и потребительские цены, они обычно как-то идут так наздря к наздре Насколько одно опережает другое? Скорее всего, цены опережают, конечно Ну, у нас есть информация на реальные зарплаты, которые влияют на цены Но там очень похожие цифры, как с медианой получается, да? Например? Ну, точно я вам не назову сегодня Но, если сравнивать с нашими соседями, вот с Литвой и Эстонией Где-то, по-моему, вот была статистика тоже любопытная, вот на вашем сайте опубликована О том, что, в принципе, вот по поводу зарплаты и минимальной зарплаты Что мы находимся, вот по сравнению с нашими соседями, в худшей ситуации Да, это так. У нас 430, литовцы 450, эстонцев, по-моему, за 500 Ну, конечно, если мы смотрим на соседей, там, в Германии минимально 1500 Ну, на тех соседей мы уже не смотрим В Великобритании 1500, ну, о Локсембурге я лучше говорить не буду Ну, да. А что касается потребительских цен, вот действительно, ну, они тоже на разные продукты Эти цены по-разному растут, и, ну, приходилось видеть такие статьи о том, что некоторые продукты Они понемногу даже как-то уходят из ежедневного рациона жителей Латвии Там вот фрукты якобы не каждый день уже человек может позволить Вы тоже, насколько я знаю, вот как более конкретно в этот вопрос углублялись? Что вы можете об этом сказать? И действительно какие-то продукты от нас уходят, а другие, не знаю, приближаются? Ну, на этот вопрос, может быть, смогут ответить через 2 или 3 года сотрудники Министерства благосостояния Которые, теперь у них такое обследование сделать, эту потребительскую корзину Но это только проект, который недавно начался И тогда уже по этой потребительской корзине уже можно было, будет понять, что мы больше Ну, это так, вы каких-то тенденций, ну, там, которые вы замечали в ходе вот исследований последних лет, сказать так не можете? Ну, у нас есть обследование бюджетов Но это обследование мы проводим только раз в 3 года Бюджетов имеется в виду? Домохозяйства И первая четверть показала, что наши жители все-таки могут позволить себе больше тратить на отдых Что, несомненно, очень хорошо Вы, наверное, читали, что мы за границей в прошлом году потратили 500 миллионов А по поездкам по Латвии еще 300 миллионов 300 миллионов, значит, у людей все-таки это благосостояние немножко увеличилось Это, ну, эта цифра, она растет Да, несомненно, несомненно А вот если вернуться тоже к статистике Ну, вот возраст, возраст населения в отдельных отраслях Вот я вижу, что были данные получены, что самые, ну, пожилые, высокий возраст был в сфере обслуживания Да, получается, что там вот, в принципе, люди работают уже чуть ли не в предпенсионном возрасте Ну, очень похожая картина в образовании То же самое, да Ну, у нас вообще средний возраст работающих 43-70-х Это у нас, то, что у нас население стареет, это несомненно А какую часть занимают уже люди вообще пенсионного возраста в Латвии? У вас нет этих данных? То есть... Ну, у нас такие данные, что 23-3% уже в возрасте 55 лет, 74 года Значит, это занятые Это именно из занятых работающих Да, это очень важно И что, по-моему, очень тревожно Мы очень недавно получили данные из аэростата по прогнозам По прогнозам, какое будет население Латвии в 2028 году И прогнозы минус 200 тысяч Минус 200 тысяч Это серьезно Это серьезно И такие минусы только у Латвии и у Литвы По-моему, у Литвы минус 300 тысяч Но у них и население побольше А у всех остальных, ну, в этих европейских странах там плюсы Даже в Эстонии? Понемногу в эту сторону В Эстонии на уровне Это уже хорошо Да Но очень будем надеяться, что эти прогнозы не точны Вы не аналитик, я понимаю Но вот есть такой вопрос У этого вот убыли населения какой-то предел критический Ну, то есть оно убывает, убывает, оно уже 30 лет убывает В какой момент это уже приведет к каким-то эффектам Необратимым Ну, да, таким серьезным и существенным Что это могут быть за эффекты? Вы можете предположить? Ну, это очень трудный вопрос Ну, например, теперь число занятых в Латвии в данный момент Столько же, сколько в 1920 году Как сто лет Как сто лет, да А самая большая занятость была, по-моему, в 94-м, где-то в этом районе Тогда было миллион, кома четыре, да Но вот вы как раз сказали, что каждый четвертый житель Латвии сейчас находится в возрасте 50 именно из занятых И получается, что как раз к тому времени, вот этому прогнозу Через 10 лет эти люди начнут достигать пенсионного возраста То есть получается, что четверть вообще работающих может просто уйти с рынка труда То есть это, ну, возникает вопрос, кто придет им на смену Это хороший вопрос Это хороший вопрос Мы теперь можем еще выслушать вопрос нашего радиослушателя На услуке, пожалуйста, наденься Доброе утро Алло Да, доброе утро, пожалуйста А вот у меня такой вопрос Вот читаешь статистику, что уровень годовой инфляции не более 3%, а вот посмотришь, яйца в 2 раза подорожали, рыба в 2 раза, масло в 2 раза То есть получается, что мы на еду тратим вообще пару процентов, а все остальное на какие-то китайские ширпотребы или как Я вот это не могу понять Спасибо Спасибо Ну да, вот вопрос именно, что на конкретные продукты питания цены очень сильно вырастают, а как будто бы нам говорят, что уровень инфляции составляет 3%, почему так? Ну, насчет инфляции, там очень четкая методология всех европейских странах, Европейского союза И там делается выборка и регистрируются эти цены по всей Латвии И по этой же методологии все это рассчитывается Так как там никаких там отклонений по методологии просто не может быть, да? Еще есть звонок, давайте еще один выслушаем Доброе утро Доброе, пожалуйста Пожалуйста Вы знаете, какой вопрос? Ну вот говорят, средняя зарплата в Литве такая-то, в Эстонии такая-то, у нас такая-то Где-то еще Мне кажется, что средняя зарплата, конечно, это хорошо, но она мало о чем говорит Нет ли такой статистики, как бы сказать, стоимость жизни Вот есть у нас же неотклоняемые такие налоги Это свет, там, газ, ЖКХ Вот, и может быть тогда в сравнении с кем-то, с чем-то С какими-то государствами Какая-то должна, может быть, средняя сумма Как человек может выжить в таких там условиях Потому что где-то может быть бешеные Ну, не бешеные, большие виноваты Зарплаты, но и большие всякого рода такие вот Ну, я еще раз выражу фразу Неотвольняемые налоги Спасибо Ну, у меня нет конкретного ответа на этот вопрос Но я думаю, что люди с большими доходами говорят, что им мало И наоборот, люди с маленькими доходами могут выжить Да, ну, например, у нас есть информация, какие были доходы домохозяйств в 2017 году И тогда, вот, например, на одного человека в домохозяйстве 20%, которые самые богатые, там было более тысячи А у тех 20%, которые самые бедные, на одного человека было только 162 евро Да, разница серьезная И в то же время у нас был такой вопрос Довольны ли финансовой ситуацией люди, да? И там был вариант ответить максимально 10 баллов, да? Если очень доволен, если не доволен, ноль, да? И самые довольные финансовой ситуацией были люди в возрасте 25-34 года Ну, тоже не 10 баллов, а 6 баллов Ну, да Ну, что интересно, что 6 баллов поставили и семьи с двумя детьми Да, это интересная информация Да, потому что вроде бы ведь дети, они требуют больших вложений Понятно, что с двумя детьми А вот мы вернулись к демографическим вопросам Вот, и у меня еще такой вопрос возник По поводу этнического состава Там тоже все равномерно происходит? Или кто-то уезжает больше, кто-то уезжает меньше? Потому что были сообщения о том, что, например, удельный вес латышей повышается в прошлом году Да, удельный вес латышей немножко увеличился, но незначительно Но незначительно Ну, то есть, с точки зрения эмиграции эмигрируют все, вне зависимости? Да А эмигрируют, приезжают сюда? То же самое То же самое, все понемногу Ну, те, кто уезжает, если 70% возвращается, это 70% тех же людей Может быть, есть немножко процент русских, немножко побольше, но незначительно Больше они уезжают Уезжают А если брать регионы и края, вот тоже приходится слышать с одной стороны, что рижский регион, Рига растет В то же время, что жители Риги все чаще перебираются в другие самоуправления, находящиеся около Ну, это совершенно точно Ну, если на счет этнического состава, то в Риге 47% латышей в данный момент, да И все очень большое количество перебирается в окрасности Риги Это тоже абсолютно точно, как вы сказали Численность населения выросла только в этой преместе Риги, Юрмале и Валмире, остальных у всех у меня А есть какое-то объяснение, почему перебираются под Ригу? Ну, конечно, есть Это люди строят свои собственные дома Ну, если у вас бы был выбор жить в каком-то районе или в Марупе, или в Бабвите Вы, конечно, выбрали бы Бабвите, если у вас была бы такая возможность, не так ли? Не может ли быть здесь еще один момент, что некоторые самоуправления начинают поднимать налоги на землю? На землю, если не зарегистрировано, то есть, вот, ну, для многих этот экономический факт И даже если есть там какой-нибудь маленький, там, не знаю, сарайчик на, там, шестисоточках, но лучше задекларироваться Ну, в 2018 году в этой области очень усердно работали салкросты Там плюс 781 человек, это несомненно То есть, там тоже плюс? Конечно, там налоги Налоги, налоги, да И, к сожалению, салкросты не включили этот пункт, что не надо обязательно декларироваться в этом здании, где только грабли стоят Да, иначе бы там Они это не включили, и теперь там все декларируются салкросты Давайте еще звонки, у нас очень много звонков поступает Доброе утро, слушаю вас Доброе утро Да, пожалуйста Я, извиняюсь, не услышал, кто ваши гости, но подозреваю, что это руководитель ЦСБ, да? Ну, социальные статистические Представитель статистического управления, да Да, 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 да Ну, во-первых, я хотел бы комплимент сделать Я, на самом деле, очень много и плотно работаю с статистическими данными из США У нас, конечно, там еще зазор остается в плане подачи информации, возможности ее проводки Но вот именно веб-сайт там очень сильный скачок вперед сделал, так что вот хотел бы вас похвалить И два маленьких вопроса Первый, вам наверняка известно, что в США инфляцию мерят двумя методами Есть так называемый core CPI, то есть как бы так называемое фундаментальное Сейчас как бы сказать точно, как бы ядро такое, что ли, инфляция Туда не входит, например, плата за электроэнергию Но вот почему-то в Латвии на это вообще акцент не делается И второе, вы упомянули, что методология расчета инфляции во всех странах Евросоюза как бы одна Методология-то может быть и одна Но вот только корзина потребительских товаров-то разная Я, например, знаю, я лично это видел, что, например, в корзину потребительских товаров на Кипре шампанское входит Поэтому вот поясните этот вопрос, спасибо Спасибо США и потребительское Корзина потребительских товаров у нас в данный момент она вообще не рассчитывается У нас, я уже говорила, что Министерство благосостояния только теперь начинает работать над этим проектом Да, это одно Насчет информации, которую можно получить в статистике У нас теперь разработается новый портал И там будет соединена вся статистическая информация, не только то, что у нас, но и других организаций, которые собирают официальную статистику Я думаю, что наши, те, которые пользуются статистикой, будут довольны нашим новым проектом А вот по поводу методологии В начале года, если мне не изменяет память, сообщалось, что ЦСУ будет использовать мобильные данные Помните, да, это сообщение? Я, я, я И оно вызвало такое достаточно напряжение Странное, странное напряжение Напряжение в обществе, да Используете ли уже как, каким образом и как часто? Нет, в данный момент у нас нет такой возможности Но А почему нет возможности? Потому что, ну, например, у нас есть БИТ, ТЛ, ДВ, ЛМТ Операторы Операторы, мы должны с ними им объяснить, как мы будем эту информацию использовать И мы должны получить их одобрение В данный момент это еще у нас не удалось Но, что абсолютно ясно, мы не будем ни за кого следить А как вы будете их использовать? Да, мы будем получать сводные данные И по этим сводным данным можно делать очень интересную статистику по туризму Можно видеть, как люди передвигаются на работу Откуда, куда они едут В конце концов, можно Когда мы рассчитываем население Видеть, как это все происходит в Латвии Для многих эта информация была бы очень интересна Но мы бы, если бы мы получили эти данные Мы работали бы только с сводной информацией И это в Латвии ничего такого нового Это эстонцы уже пробуют это делать Это такая тенденция по всему миру И по Европейскому Союзу Я недавно была в конференции в Дубае Так там эта информация используется очень-очень-очень четко Там все ясно, что кто делает Может быть, это не хороший пример для Латвии Потому что там на персональном уровне все видно Но это наша мысль Это видеть передвижение людей на работу, с работы Как это все происходит Туризм, международный туризм Теперь там абсолютно все ясно Кто приехал, кто уехал Просто насколько в ЦСУ готовы обеспечить безопасность этого всего дела Потому что с электронными данными Высокый риск утечки даже в самых передовых странах И те же эстонцы, кстати С своим электронным голосованием Вот в прошлом году большой скандал попали Потому что произошла утечка Это уже, несомненно, наша обязанность Мы же работаем У нас очень много регистров На персональном уровне Мы видим очень много информации Но это все одностороннее движение Мы получаем А вы получаете информацию в сводном виде Вот и все Еще одна, наверное, такая большая тема Безработица Вот если говорить Рассмотреть Безработица среди молодежи Безработица, например, среди людей Которые предпенсионного возраста Вот этот Всегда очень больной для них Вопрос Страх потерять работу Перед выходом на пенсию Ну, у нас всего 85 тысяч безработных Но, по-моему, самая неприятная новость В этом, что 22 тысячи Это те люди, которые больше года уже не работают Длительная безработица Это количество растет, как я понимаю, даже, да? Да То есть, если общая безработица сокращается Количество этих людей растет А как вы можете объяснить это? Ну, я думаю, что все-таки есть категория людей Которые не работали и не будут работать Но их количество растет, тем не менее Ну, эти 20-25 тысяч Это такая на уровне Они остаются Но у наших соседей Безработица меньше В Эстонии 4,7% В Литве 6,5% А молодежь, насколько ей тяжело или легко найти работу? И вот, может быть, сразу как ищут? Есть ли статистика по поводу того, какими способами ищут работу люди? У нас самый распространенный способ Друзья, знакомые В Эстонии идут больше людей в службу по безработице или интернет У нас все-таки У нас не доверяют? Нет, я думаю, что доверяют Но все-таки вот эти связи Семейные связи, друзья, знакомые Это работает в Латвии лучше Интересно, на самом деле А правильно я понимаю, что при том, что этот уровень безработицы Там в самой высокой стране Балтии Также стремительно растет количество вакансий? Да Как это можно объяснить? Какова логика, в общем, в этих двух положениях? Ну, я думаю, что, во-первых, появляются новые рабочие места Это тоже факт И не хватает просто работы Потому что там довольно-таки серьезные, как я вижу, цифры То есть там на 30 с лишним процентов за год увеличивается Действительно это так серьезно? Ну, если у нас столько людей пенсионного возраста Если наше общество уже стареет Конечно, и общее количество работающих сокращается Ну, значит, и вакансии растут В государственном секторе очень много вакансий Тоже полиции Да, госсектор на первом месте А дальше, мне тоже удивило Идут строительство и там гостиничный бизнес Ну, строительство это традиционно наоборот такое Мне кажется, место, где, особенно вот летом Ну, теперь европейские фонды И у строителей теперь очень, по-моему, хороший период для работы Но при этом они тоже испытывают нехватку Ну, конечно, нехватка Если европейские фонды, значит, больше работы Больше в рабочих мест А в итоге, если говорить про молодежь Молодые люди, им легче, сложнее находить работу Уровень безработицы среди молодежи выше или ниже среднего? Теперь это немножко сократилось Но когда мы публикуем эти данные Надо очень внимательно смотреть, что под этой цифрой Потому что часть молодых людей просто учатся Они не ищут работу Но, с другой стороны, так как у нас платить за высшее образование Надо очень много тем, которые платят А платят многие Очень многие работают Они должны работать И я думаю, что часть их и в теневой экономике Находятся Давайте звонки, да, понимаешь? Уже один из последних звонков Доброе утро Доброе утро По пункту средней зарплаты Значит, там расчет слегка неверный Потому что такой случай, как вы говорили У Яниса 10 яблок, а у Двиттерса 1 яблоко В среднем у них по 5, да? То какой вывод? И Янис выживет, и Двиттерс выживет А вот если у Яниса 10 яблок А у Двиттерса 0 яблок То вывод другой совсем У Яниса будут семья и дети И вообще жизнь до 100 лет, да? А Двиттерс просто умрет через неделю Потому что ему есть нечего Понимаете? А нас этому как раз не учат И вопросы такие И какая самая распространенная зарплата в Латвии Число людей Самой распространенной зарплатой И какая самая низкая зарплата в Латвии И число людей с минималкой плюс 30% Это равно за чертой бедности Спасибо Сейчас зададим этот вопрос, пожалуйста Ответьте на этот вопрос Так, у нас до 450 евро в месяц Получают 29% 450? Через 450 евро и меньше Получают 29% Работающих Работающих Работающих, да А вот так называемые большие зарплаты 1400 и больше Только 4,4% То есть большинство между Этими двумя показателями А если действительно, как спрашивает слушатель Какая-то зарплата, которая является самая распространенная Хотя бы какая-то вилка Вы еще сказали два пара, 450, 1400 Что между ними будет самым точным? Ну, точно я вам не скажу Потому что в наших обследованиях Мы тоже спрашиваем зарплату Двумя способами Один способ точно, сколько вы получаете А другой от и до И большинство отвечает поэтому От и до До 450 А от и до в каких, может быть, он действительно Самый популярный ответ от и до? Да, до 450 Там 29% Это самая распространенная Это третий, почти третий А такой у меня вопрос Вот у нас вообще в стране И для экономики, и для политики, и для всего И для статистики Точка отчета часто является кризис 2008 года После него, то есть случился такой Ну, наверное, скорее, вниз пошла эта парабола Насколько вот повлияло это, в принципе И на привычки мы сегодня говорили, да Про путешествия На отношение людей к финансам Что вы, вот если посмотреть на цифры Ведь все-таки Вольно или невольно Как-то это анализируете Что мы сейчас видим? Это выруливает на то, что было до кризиса Или это новая какая-то Ментальность людей? Ну, я не думаю, что многие Уже думают о прошлом кризисе Если посмотреть на расходы людей Ну, я думаю, что Многие живут сегодняшним днем Скажем так То есть никто так не, там, не знаю Не стал более... Ну, если посмотрим на эти кредиты Которые многие берут Ну, конечно, у некоторых они, несомненно, нужны Но у других не очень То ясно, что довольно большая часть людей Живет сегодняшним днем А еще такое, ну, тоже под занавес Такие философские вопросы пошли Вот если брать статистику Я не хочу сейчас как-то вот Все черно-бело представлять Но в основном, если брать демографию Какие-то вот эти риски бедности Это все очень невесело В Латвии Есть какая-то статистика Которая, можно сказать, что она у нас идет строго вверх И это такие положительные, позитивные показатели Ну, я думаю, что позитивные показатели Те, что мы больше посещаем театр Больше можем тратить на концерты На заграничные поездки Это же хорошая новость, не так ли? Пожалуй И сравнительно Меньше процентов всех доходов Мы тратим на еду Да, значит, мы можем позволить что-то То есть, культурное И ярко А вот скажите Вас уже хвалили за сайт Насколько он действительно очень ярко Ну, так наглядно выглядит Как создаются все вот эти круги Схемы, графики Вот как Поскольку действительно я обратил внимание На очень большое Ну, вот разнообразие Самих принципов построения схем Для того, чтобы показать Как это наглядно растет Вот как Ну, у нас есть специальный отдел Который этим занимается И теперь мы в августе будем праздновать Столетие статистики И теперь готовится специальная книга По статистике Где будет сравнение Двадцатого года С нынешней ситуацией Сто лет статистики Ну, вот мы знаем Что один показатель будет Пересекаться Да, и таких показателей будет много Много, да, действительно Есть у нас очень хорошая статистика Двадцатого года То есть мы можем сказать Что по многим показателям Вот сто лет назад Мы вернулись на те же круги Ну, нет же Ну, нет же Ну, например В сельском хозяйстве Использовали Например Сколько у нас было коней И сколько у него сегодня Это разные вещи Ну, некоторые-то более сухие Вы просто в начале программы Скали, что по количеству жителей, да? Нет, занятых Занятых, да Мы на том же уровне В 2020 год Так как я обязательно Вам принесу эту книгу И вы можете рассказать Нашим слушателям Что изменилось за сто лет Спасибо большое Маранда Байхмана Была гостьей нашей студии Сегодня утром Директор департамента Соцстатистики Центрального статистического управления